МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Доме Творчества провели акцию «Лес Победы». Сводка криминальной обстановки в городе. Сегодня постарались собрать все такие сливки, именно лучших из лучших. Надеюсь, что концерт удастся. Отчетный концерт в музыкальной школе. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 1 мая православные отметили светлый праздник Пасхи. Как это было в Десногорске, смотрите в нашем выпуске. Песня «Лес Победы» Песня «Лес Победы» 30 апреля – День пожарной охраны России. Эта государственная служба была создана по указу президента в 2001 году. А через 4 года ее передали в состав МЧС России. Но сегодня это самая оперативная служба по оказанию экстренной помощи. 29 апреля в Десногорске состоялся торжественный концерт, посвященный 367-й годовщине со дня образования пожарной охраны России. В канун профессионального праздника Десногорских огнеборцев поздравили представители Смоленской АЭС и глава администрации города. От всей души хотел бы поблагодарить вас за работу, пожелать вам здоровья, спокойствия, энергии. Ну и, наверное, той самой службе можно пожелать отсутствие работы, практической работы. Пусть она остается в теории, пусть все благодарительные мероприятия оставят вас без выездов, а город без звучащих сирен. Особо отличившихся наградили медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами. Поздравить ныне действующий состав гарнизона с праздником пришли и ветераны. Наилучшее пожелание, ну традиционное здоровье, естественно, успехов в службе, благополучия, чтобы в семьях ваших было все нормально, хорошо и красиво. Ну и традиционное такое наше чисто профессиональное пожелание сухих руководок вам. Основным подарком для огнеборцев стал концерт, подготовленный творческими коллективами городского центра досуга Десногорска. В областном центре наградили лауреатов 26-го регионального конкурса «Учитель года». Десногорск представляла учителю русского языка и литературы школы номер один Юлия Михеева. Она награждена дипломом участника и денежной премией. Проект экологического движения «Зеленая Россия. Лес Победы» стартовал в прошлом году на 70-летие и объединил все регионы нашей страны. В каждом населенном пункте, в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, было высажено именное дерево. В этом году акция продолжается. Первыми в Десногорске в этом году «Лес Победы» высадили воспитанники Дома творчества. Прошлогодним именным саженцам ребята и педагоги прибавили еще 10. В прошлом году мы посадили первые деревья, сегодня были посажены 10 саженцев. У нас это рябина с именами героев Великой Отечественной войны. В большинстве сегодня это женщины, это девушки, которые были медсестрами и помогали раненым в боях. На удивление, все саженцы, которые были высажены в прошлом году, прижились и уже набрали силу. Ребята с большой любовью и заботой ухаживают за ними, ведь они символизируют неизгибаемый дух и волю наших русских солдат. Общегородской экологический субботник «Зеленая весна-2016» состоится 6 апреля. Все желающие могут принять в нем участие. 14 и 15 мая на трассе «Смоленское кольцо» под Дорогобужем пройдет открытие очередного сезона российской серии кольцевых гонок. В этот день можно не только поболеть за своих гонщиков, но и взять у них лично автограф. Для профилактики аварии с участием детей сотрудники «Смоленской госавтоинспекции» устроили танцевальный флешмоб. «Смоленская госавтоинспекция» Кто из нас не знает, знает, есть пословица такая. Все хорошее проходит, а плохому нету края. Танц нового сознания, день за днем свинку живи. Красота твоих мечтаний, наш с тобой спасает мир. Спасает мир, танцает мир, танцает мир. Кто из нас не знает, знает, есть пословица такая. Все хорошее проходит, а плохому нету края. Танц нового сознания, день за днем свинку живи. Красота твоих мечтаний, наш с тобой спасает мир. Спасает мир, танцает мир, танцает мир. Спасает мир, танцает мир, танцает мир, 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 мир. Н? Нас тобой спасает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы хотите долго-долго жить, песни петь, танцевать, не тушить, радоваться жизни, всем на удивление, изучайте правила, дорожного движения! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Криминальные новости. За минувшие праздничные дни в области госавтоинспектора выявили 1835 нарушений правил дорожного движения, в том числе 72 пьяных водителя и 18 автомобилистов, которые отказались от медэкспертизы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 173 сообщения о происшествиях, из них 10 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями и одно дорожно-транспортное происшествие с телесными повреждениями. Выявлено 172 административных правонарушения, в том числе нарушений правил дорожного движения 133. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан один водитель. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к административной ответственности привлечены 28 человек. И еще 3 мая из-за грубого нарушения правил дорожного движения возле магазина «Магнит» в третьем микрорайоне произошла авария. 48-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не пропустил ВАЗ-2108 и врезался в него. В результате ДТП оба водителя пострадали и были доставлены в медсанчасть. А на водохранилище был задержан очередной браконьер. 56-летний житель Десногорска ловил рыбу сетями в местах нереста и был задержан с поличным. По факту было возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы до 6 месяцев. Традиционно в конце апреля в детской музыкальной школе Десногорска проходит отчетный концерт учащихся. Это своеобразный итог всех мероприятий, которые были в течение учебного года. Подробности смотрите далее. К отчетному концерту готовились все – и учащиеся, и преподаватели. Отбирали самые лучшие красивые номера. А выбрать было из чего. За 2015-2016 учебный год 220 юных музыкантов поучаствовали в 29 различных конкурсах. И 180 из них стали лауреатами и дипломантами. И каждый был достоин выступить на отчетном концерте в родной школе. Впереди еще 4 конкурса, в которых будут участвовать наши дети. У нас впереди выпускные экзамены, у нас впереди вступительные экзамены. Поэтому будем рады видеть новых учеников в нашей школе. И хотим пожелать удачи нашим выпускникам, терпения нашим преподавателям. Впервые на отчетный концерт в нашу музыкальную школу приехал депутат Смоленской областной думы Сергей Леонов. Почетный гость был впечатлен. Замечательный концерт получился. Я получил огромное удовольствие. Совершенно не пожалел, что приехал за 150 километров от Смоленской. Честно говоря, приезжая к вам, приезжая в другие районы области, понимая, что здесь все-таки настоящее искреннее такое искусство. А тем более, когда это искусство идет от детей, оно трогает душу, сердце. Прекрасный отчетный концерт – это огромный труд преданных к своему делу преподавателей и, конечно же, талантливых учеников. Хочется, чтобы их творчество увидели как можно больше горожан. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова